Митрополит Казанский Татарстанский Анастасий и председатель Духовного управления Мусульман Республики Камиль Самигулин выступили с совместным заявлением по поводу участившихся случаев фандализма в отношении культовых объектов. Они выразили крайне озабоченность в связи с несколькими поджогами. В такие действия людей, которые из-под тяжка хотят рассорить наши народы, которые мирно проживают на территории Татарстана уже несколько столетий, более 500 лет живут на этой земле, никакие темные силы, которые появляются откуда-то в ней, не рассорят нас, потому что все проблемы у нас общие с мусульманами и с другими конфессиями, которые традиционно проживают на территории нашей республики. И замечательно то, что на эти события наш президент сразу же отреагировал. И те храмы, которые сгорели в течение этого месяца, будут буквально восстановлены в ближайшее время. Он дал распоряжение о том, чтобы в ближайшее время сделать все возможное для того, чтобы на этом месте, где они сгорели, были восстановлены новые храмы. Что касается изречений благородного Корана и сунны нашего пророка, то все мы знаем его изречение, которое приводится в Байхаке. Не разрушайте чужие храмы, святыни, христиан и иудеев. То есть в нашей религии разрушать чужие храмы категорически запрещено. Также в известном толковании Корана, который называется Ибн Кассир, приводится изречение, что если бы один народ не защищал другой, и одни люди не удерживали бы других от совершения зла, то земля бы разрушилась и сильный начал убивать слабого. Церкви, монастыри, синагоги, мечети были бы разрушены. Поэтому мы искренне сожалеем о том, что случилось, и надеемся, что правоохранительные органы найдут преступников, накажут их. А мы будем молить Господа, чтобы Он дал нашей республике процветание, счастье и дружбу. Субтитры создавал DimaTorzok